Лошадка, лошадка, что ты нам принесешь в следующем году? Удачу, радость или невзгоды? Как выстроились звезды и что готовит год наступающий? Наверняка каждому из нас интересно приоткрыть завесу тайны и узнать, к чему готовиться, от чего остерегаться. Вообще, честно говоря, прогноз на 2014 год делаешь таким вот, знаете, вот с чувством нету такого вот какого-то восторга. Понятно, что сейчас в преддверии Нового года всем хочется чуда, всем хочется от астрологов услышать нечто такое положительное. Вместе с тем мы должны с вами осознавать, что в год деревянной лошади многие из одиноких наконец-таки определятся в личной жизни. И если 2014 год ожидается довольно-таки неприятным в деловой сфере, то в личной жизни многим знаком повезет, особенно знаком водной стихии и знаком огня. Особенно очень сильно повезет в личной жизни. Лошадь не благоволит публичным протестам, митингам и тому подобное. Она не благоволит. Исходя из этого в 2014 году такого рода события нас минует. Но вместе с тем мы заходим в определенный все-таки экономический кризис. Вот. Значит, из неприятностей, которые нас ждут, 2014 год принесет ближе к лету одну авиакатастрофу. Метеоритов падать не будет. Вместе с тем эта авиакатастрофа, которая, я сказал, скорее всего состоится за Уральским хребтом. В год лошади мы потеряем троих известных деятелей. Двое из них в возрасте, один, ну скажем так, еще не в возрасте ухода от нас. Курсы валют. Доллар США на 2014 год поднимется до точки в 39 рублей. А вот европейская валюта до 54 рублей. Это будет очень плавно. Год такой немножечко кризисный. Для любителей кредитов 2014 год принесет приятную новость в виде списания государством определенных долгов. Вместе с тем в 2014 году, если вы поступаете рационально, то стоит, конечно же, воздержаться от кредитов, долгов и дачи денег в долг и тому подобное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова